Всем доброе утро, мои хорошие! Эпопея выходных дней продолжается. Предыдущее видео закончилось тем, что внучка уже пошла домой ночевать. А сегодня у нас суббота. Сегодня утром уже сын перед работой мне её заведёт. Потом попозже я её отведу на тренировку. Потом с тренировки заберу. Мы тут будем целый день с ней вместе находиться. И уже вечером сын после работы заберёт её домой. А я поеду к дочке уже укладывать спать дынечку, потому что дочке нужно тоже отдыхать. И мне не скучно. Занимаюсь внуками. И в воскресенье тоже буду там. В понедельник планирую уже с утра поехать домой. Ну, у нас вот такая сейчас ситуация происходит, потому что Наташа нашла новую работу. И работа находится немножко далековато от дома. Поэтому она утром в садик Настю вчера отвела, а я уже забрала. Сегодня она утром рано тоже едет на работу, пока она туда доберётся. Сына работу чуть позже. Сын работает недалеко. Ну, в общем-то, ладно. Утро началось. Я сегодня проснулась рано опять. Уже куча планов, куча планов. И уже всё. Если я проснулась ночью, вот полпятого сегодня я проснулась, и уже вспомнила, какие у меня дела. Всё, у меня уже мысли туда уже в дела пошли. И сон как рукой сняло. И я уже встала, успела уже искупаться, голову помыть. Всё, порядок себе привести. Собой тоже нужно заниматься. В общем, там у меня уже закачивается видео. Я буду сегодня монтировать видео предыдущее. В общем, что готовить сегодня я буду, не знаю. Есть кое-какие задумки. Но дело в том, что тренировку Настину немножко перенесли в обеденное время. Поэтому не знаю, с Настей я буду готовить или нет. Потому что ребёнок придёт с тренировки. Ей нужно будет покушать, а не заниматься съёмками готовки. Я хотела с ней приготовить что-нибудь. Но, скорее всего, я буду готовить, когда её не будет дома. Вот. Ну, ничего. Мы ещё не последний раз видимся. Что-нибудь вместе приготовим. Ей понравилось мне помогать по кухне. И, в общем, чем-нибудь займёмся мы с ней сегодня. Ну, а к дочке я поеду сегодня вечером, чтобы отпустить её, немножечко прогуляться, там с подружками встретиться. В общем, ей нужно тоже отдохнуть. Потому что я на прошлой неделе, как рабочие, уехали. И, в общем, приехала домой. Потому что тоже устала. Она уже у меня полторы недели без отдыха. Пора её тоже отпустить на отдых, немножко отдохнуть. В общем, такие планы. Ну, это планы планами. А жизнь диктует свои коррективы, вносит. Что у нас будет по планам, что не по планам, мы увидим позже. Оставайтесь со мной. Будет много интересного. Но человек не унимается. В 6 часов утра всё равно женщина найдёт себе занятие. Девочки, вот такие веточки у нас продают. Здесь вот несколько веток, такой вот букет. Он у меня уже повисел, подсох. И сейчас я листочки все поснимаю и сложу в баночку. Я люблю вот такие ветки покупать. Вот того лаврового листа хватает надолго, очень надолго. И, во-первых, здесь все целенькие листики мне нравятся. Когда пачку покупаешь, там половина помятых на выброс. И вообще они какие-то серые, не знаю, древние, наверное, старые очень. А вот такой букетик купишь, и хватает лаврового листа на несколько лет. Ещё и дочки там отнести. А букет такой стоит рублей 30 или 50. Я уже не помню, за сколько я брала его. Ну, в общем, короче говоря, сейчас пока мне делать нечего. А я решила уже заняться вот этим занятием. Ну, вот и Настечка пришла ко мне. Папа убежал на работу. Косичку не успел заплести. Сейчас мы заплетём косичку, расчешемся, да. Всё, пока бабушка завершила видео своё, поставила на вывод. Настюля тут уже сидит тихонечко, рисует. Умница! Умница, девочка моя! Так, ну ладно, сейчас косичкой займёмся, а потом подумаем, что мы будем перед тренировкой кушать, да. Ладно. Да. На тренировку нам к полдвенадцатому. Ещё рано. Настюля сегодня у нас в спортивном костюмчике пришла к бабушке. Не в костюмчике, вернее, пришла. Костюмчик с собой взяла. Это вот Васильковый такой костюмчик. А я сказала, принесите лёгкое что-то. У меня жарко, да, Нутя? Скажи всем привет! Привет! И смотрите, кто у меня есть. Так, ну что ты там принесла? Так, ты со своей куколкой пришла. Молодец. И ещё, вот окрала моя спортивная рюкзак. Вот. В новиночке. Да, всё ясно. Демонстрация идёт новиночек. Ну всё, давай расчешемся сейчас. В общем, девочки, вот эта методика, про которую я вам говорила, про часы, вот она работает. Настя очень быстро уже сориентировалась, где стрелочка большая, где маленькая стоит. И сейчас мы попробуем отвернуться. У Насти вот циферблатик есть такой. Вот. Я отворачиваюсь. Мы отворачиваемся с вами. Не смотрим. Настя, поставь куда-нибудь циферки и опиши мне, куда ты их поставила. Сейчас. Где маленькая стрелочка, а где большая? Три минутки сейчас осталось. Твою маленькую стрелочку поставила. Ну, куда-нибудь ставь, куда-нибудь. Всё, всё. Теперь мне расскажи, где маленькая стрелочка, где большая? Маленькая стрелочка на 6 и 7. А большая стрелочка на 3 и 2. Так, это значит, между тремя и двумя, это значит, где-то 10-12 минут и седьмого. И пора в гости. Седьмого. То есть, между шестью и семью, это значит седьмого. Пора в гости. Так, ну-ка покажи. Правильно ты описала нам? Да. Ну, немножко стрелочка вот этого пала. Вот так. Вот так вот было. Между 3 и 2 падает стрелочка вот эта. Между шестью и семью. Ну, в общем, по крайней мере, уже Настя может описать, где находятся стрелочки, между какими циферками. И я уже могу, не глядя на часы, понять, сколько время. Вот это здорово. Мы с Настей придумали новую игру поиграть нам. Новую игру. Ты, в общем, все буквы, да, уже выучила? Все буквы знаешь? Почти. Почти. Ну, хорошо. Будем проверять твои знания. Давай тогда я тебе напишу букву, а ты будешь говорить. Какая это буква? Б. Б, правильно. Вот это какая буква? К. Правильно. Вот это какая буква? С. Правильно. Вот это какая буква? А. Правильно. Вот это? Е. Вот это? И. Правильно. А вот эти все буквы теперь назови. Они тянутся или не тянутся? А, Е, И, У, Э, В, В, А, А. Вот эти вот буковки, которые здесь внизу, они тянутся? А, Е, И, Ч, У, Э, Тянутся. А вот эти называют? Б, К, Б, К, Ч, Н, 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 Н. Нет. Значит, это гласные. А это согласные. Поняла? Давай я напишу тебе такие же буквы. Ну, напиши что-нибудь. Что ты написала уже? Ну, скажи нам, что ты написала. Папа и мама. Па-па-па ты написала. Мама правильно написала. Мама. А папа, ты слишком длинное слово написала. Маме что будет? Будет длинное папа, да? Па-па-па. А как я написала? Па-па-па. Па-па-па ты написала. Па-па-па. Ну, ничего. Все равно я нарисую папу и маму. Ну, давай рисуй, рисуй. Сейчас нарисую, и вы посмотрите. Давай. Настя у нас любит глазунью. Любит хлеб с маслом и сок. Да, Настюля? Все, сейчас мы кушаем с Настюлей. И бежим на тренировочку. Ой, как Настюля торопится на тренировку, да? Аж бегом бежит. Не терпится ей. Все, девочки, бежим на тренировочку. Ну, все. Вот мы с Настюшей пришли на занятия. Там девочки уже, ой, какие делают упражнения. Какие молодцы. Ну, она везде. Ее везде может посмотреть. Все, Настя, я пошла. Давай. Пока, папа. Пока. Ну, все, девочки. Оставила нас все на занятии. Я сейчас решила в фикс прайс зайти, купить там что-нибудь, чтобы было чем ребенку заниматься. Альбом уже весь исписала. Надо новый покупать. Ну, и посмотрю, что там еще есть. Больше ничего лишнего покупать не буду. Все, девочки, я в фикс прайс буквально забежала и быстренько оттуда выбежала, потому что там так жарко, невозможно. Короче, что я купила. 99 рублей вот этот вот бреф. А он намного дороже стоит в пятерочке. Я увидела, цена меня устраивает, взяла. А дальше я взяла все для Насти. Взяла два вот этих ободочка. Но они легенькие, на голове они как бы не ощущаются особо и не будут давить. 55 рублей две штуки стоят. Нормальная цена. Взяла я новенький альбом 24 листа, потому что тот уже заканчивается. Пусть ребенок рисует. А вот это я взяла блокнот гравюра. 99 рублей стоит. А, кстати, вот этот альбомчик стоит 27,50. А вот эта гравюра, я не знаю, что это такое. Надо раскрыть и посмотреть. Блокнот гравюра, раскраска. Создавай свой рисунок, дизайн или узор. 12 гравюр. Что это такое? Палочка какая-то. И вот такие вот есть рисунки. Ну, там гравюры есть на разные тематики. Но я для девочки взяла вот тут принцессу. Пусть занимается. Тут написано, с помощью скребка нацарапайте картинку и раскрасть ее. Прикольно. Вот будет чем заняться ребенку. Распаковала, девочки, эту гравюру. В общем, насколько я понимаю, тут идет рисунок. И дальше идет гравюра по этому рисунку. И тогда вот этим скребочком нужно будет здесь соскребать. Так, ну попробую кусочек. А, ну то есть картинка просто закрашена черной какой-то ерундой. В общем, понятно. Ну что, интересное занятие. Можно будет им позаниматься. Только надо будет здесь постелить, чтобы эта чернота по всей квартире не была. Аккуратненько. Так, ну и что тут еще за картинки есть? Вот такая вот картинка. В общем-то, увлекательное занятие. Есть чем заняться ребенку теперь. Ну, на какое-то время хватит, пока не надоест. И вот так и делаю. И тут прям голубой снег. Девочки, вот я дала вот эту вот разукрашку, которую купила сегодня Настюхе. Но я постелила газетку, потому что вот эта чернота, она сыпется. Поэтому надо, чтобы это все было где-то в одном месте. И надо, чтобы была красивая картинка. Чтобы красивая картинка была, и чтобы было чисто вокруг тебя. Ну все, занимайся. Я сейчас фрукты помол, будешь кушать фрукты. Отпиши на масочку. Всем доброе утречко. Девочки, вчера прошел дождик. Ночью, вернее, дождь пошел. Ночью пошел, и ночью шел дождь. И из-за этого я прекрасно сегодня выспалась. Просто здорово. Тихо на улице, хорошо. Ну слава богу, что дождь пошел. Давно он должен был уже пойти. Сейчас такой свежий воздух. Здорово. Ну что раз, доброе утро еще раз, девочки мои. Я проснулась сегодня, я выспалась. У меня вчера даже не было сил вообще сказать вам спокойной ночи. Потому что, честно говоря, я вчера уже к вечеру вымоталась. Вот. И у меня разболился суставчик. Я вчера уже, когда шла на тренировку за Настей, я уже прихрамывала на одну ногу. Ну и теперь вот я уже вижу, пошел дождь. И я теперь понимаю, к чему суставы крутят. К перемену погоды. Вот. Ну, сегодня уже новый день. Вчера Настю забрал сын. И все, я легла спать, я выспалась. В общем-то, раненько легла и, в общем, поспала до восьми часов нормально. Ну, а сейчас я пью кофе, собираюсь и еду к внуку. Ну, мы с дочкой вчера договорились. Я вчера вечером должна была поехать уже Настю сдать, а потом поехать принять Дэнью. Ну, с дочкой мы пообщались, поговорили. В общем, решили, что я лучше высплюсь тут. А утром уже приеду и приму Дэнью, так сказать. Не знаю, какие у дочки сегодня планы. Ну, по крайней мере, что-то она будет делать. И вечером она пойдет, наверное, погуляет, отдохнет, развеется немножечко. Потому что, ну, у нее, видите, у нее работа такая, что она, можно сказать, дома работает. Да, и нужно от этого всего, каждому человеку нужно взять немножко отдых и развеяться. Вот, ну, что вам хочу сказать. Я рада дождю. Как ни странно. Обычно я не люблю такую ненастную погоду. Но у нас, честно говоря, в городе так давно не было дождя. Хотя дождь, был там ливень какой-то еще летом. Прям когда еще лето-лето было. Но тут дождь не дошел до нашего района. Он как-то где-то там пролился, боком прошел. И у нас только покапало, и все. Вот, но сейчас уже, смотрю, нормально дождь прошел. Все действительно мокрое. В общем, лужи есть. Хотя вот я смотрю на подоконник. У меня там пыль в дальнем углу была. Вот, и она так не смылась. Вот, когда хороший дождь пройдет, тогда там уже все чисто, все беленькое такое, все классное. Вот, ну что. Вечер мы провели с Настей вчера нормально. В общем, я уже когда с тренировки ее привела. Ну, и она там набегалась, напрыгалась. И я, в общем-то, как-то уже так подустала во второй половине дня. И, в общем, вечер у нас пошел спокойно. Она там рисовала. Она там вот это вот, то, что я купила, стирала. Вот эти рисунки, картинки занималась. Я уже прилегла, ноги вытянула и, в общем, смотрела телевизор. Вечером танцы посмотрела. И все, на этом весь вечер и закончился. Вообще, конечно, дети пятилетние столько вопросов задают. Вообще, ну вот буквально обо всем. Обо всем спрашивают. Что видят? А почему это? А почему то? Сосиску вчера кушала. Внутри сосиски там такая вот, как была дырочка, как воздушная пространство. А почему сосиски дырочка? Ой-ой-ой-ой-ой. Столько вопросов. У меня вчера уже такой вот взрыв мозга был от этих всех вопросов. Да. Ну, что делать? Дети есть дети. Требуют внимания. И возникает у них очень много вопросов. На них нужно как-то отвечать. В общем, я вчера... Мы вчера с Настей играли в вопросы и ответы. Весь вечер. Вот так. Я смотрю, у меня волосы распушились. Они вчера еще начали распушиваться, хотя вчера ничего не предвещало дождя. Ну, я уже так подумала. Обычно у меня волосы начинают распушиваться. Укладка начинает портиться, можно сказать. Когда повышенная влажность. Ну, видно, вчера уже было предвещение дождя. Это вот у меня уже, видите, распушились волосы, как будто я их не вытягивала вовсе. Ну, ничего, походим с такими. Вообще, пора уже стричься. Надо уже на стрижку записаться. Может, на следующей неделе схожу. Ну, все, мои хорошие. Пью кофе и отправляюсь к дочке. Девочки, на улице такой шикарный воздух, хорошая погода. Вообще, градусов 19-20. И, честно говоря, прям дышишь, не надышится. Вот свежий воздух после дождя, это просто кайф. Ну, я уже приехала, короче, к дочке и уже все, захожу. Всем привет, девочки. В общем, я тут уже с Дэней осталась. Дочка. С дочкой мы с утра поболтали несколько часов о том осем. Потом мы с ней сняли фикс-прайс продукты. Пробовали там дегустацию сделали. Иди ко мне, садись рядышком, посиди с бабушкой. Посиди просто. Вот. Ну, и сейчас все. Мы маму отпустили погулять. А сами мы сейчас дома находимся. Сейчас мы купаться пойдем, поплаваем там в ванной, да. Потом, да. Потом покушать приготовим, покушаем. В общем, ничего не делаем. Просто отдыхаем, да. Просто смотрим мультики, телевизор смотрим. Играемся, балуемся, конечно, обязательно, как без этого. Вот. И все. Ну, пойдем купаться, да, Денечка? Купаться, да. Да. Мы тут с Денечкой лежим, смотрим телевизор. Смотрим, ты супер, да. Болтаем тут о том и всем. Болтаем о том и всем. О том и всем, да. Да. Вот. Нас то видно, то не видно. Потому что у нас свет выключен, у нас телевизор тут работает. Работает. Так что мы сейчас с Денечкой посмотрим телевизор. Что нас не видно совсем? Чуть-чуть посмотрим телевизор, будем спать, да. Ну, что, мои хорошие. Пол третьего ночи я уже дома, приехала только что на такси. И, в общем, короче говоря, такая зерушенная вся. Я уже поспала с Денечкой. Дочка пришла, я проснулась, мы поболтали. И, в общем, она говорит, я говорю, давай я утром как проснусь и поеду домой. Она говорит, да хочешь хоть сейчас можешь ехать. Я в прошлый раз приехала, тоже не могла уснуть, тоже ночью. Я говорю, так давай, собственно говоря, и поеду тогда. Потому что я чувствую, что я уже немножко сон перебила и как бы уже вот спать сейчас вряд ли захочу. Поэтому я приехала домой. В общем, всё. Я так подумала, девочки. Ну, завтра уже будет новый день, будет новая тема. Я буду снимать видео уже про что-нибудь другое. А тема про детей моих внуков, вернее, уже, как говорится, завершена. Всё, я уже была и с вночкой, и уже была с внуком. Внука искупала, покушали, спать легли. Посмотрели, ты супер. Мы вместе смотрели. Ну, правда, не досмотрели. В общем, отправились с ним спать. И, в общем, я его уложила и сама рядышком приснула. Вот. А потом уже дочка пришла, и, в общем-то, всё. И я уже дома. Поэтому всё. Тема закончилась. Я с вами прощаюсь на этом. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok